Прогулку в космос совершили сегодня воспитанники детского сада Теремок. Виртуальная экскурсия стала итоговым мероприятием педагогического проекта, стартовавшего в начале марта. Его цель – формирование у детей знаний о космосе, элементарных представлений о техническом прогрессе и воспитании любви к планете, на которой мы живем. В игровой форме ребята познавали таинственный мир галактики. Своими знаниями они поделились с Ириной Волокитиной. Без запинки и в стихах воспитанники детского сада Теремок рассказывают о строении галактики небесных светил. Не испытывая никаких трудностей, они хорошо ориентируются в далеком космосе. Именно так называется педагогический проект, который подготовили для них воспитатели. Его автор, Марина Меладзе, сегодня в образе мудрого звездочета. И перевоплощение это не случайно. Раньше, когда я училась в школе, собирала вырезки из газет, журналов, про ИНЛО, неопознанные летающие объекты. Мне было все это настолько интересно, что и у самих детей я увидела интерес. Когда мы рассматривали иллюстрации в книгах, я обратила внимание на то, что им нравится. Задают очень много вопросов про космос, планеты, звезды. И все это послужило именно таким толчком для создания нашего педагогического проекта. Яркие костюмы и музыкальное сопровождение украсили проект. Виртуальная прогулка по солнечной системе стала основой авторского сценария. Мы идем на космодром, дружбу на руку, мы идем. И вот среди звезд галактики происходит удивительная встреча. На импровизированной сцене музыкального зала появляется новый персонаж. Здравствуйте. Здравствуйте. Жительницу иной галактики, потерпевшей кораблекрушения, зовут Луна Марсия. Костюм своей героини воспитатель Ольга Соколова создавала сама. Дело оказалось не простым, но интересным. Собирательный образ получился. Хотелось передать какое-то волшебство, космичность персонажам. Было, конечно, очень сложно, потому что от того, какой мы показали костюм, зависит восприятие детей. Но, тем не менее, было вместе с этим и интересно. Интересно было не только детям. За представлением увлеченно наблюдали и родители, которые, не скрывая восторга, делились впечатлениями после выступления. На сегодня меня поразили, покорили именно космические герои, поделки, которые делали родители наших групп. И космическая музыка, песни, загадки, считалки. Насколько дети знают и понимают, о чем это мероприятие. Но все когда-то заканчивается. Вот и Луна Марсии пришло время возвращаться домой. Но летающая тарелка сломалась. Дети вызвались ей помочь. И буквально по кусочкам собрали летательный аппарат. За свои старания ребята были награждены необычным сладким подарком. Торт был украшен планетами Солнечной системы. Мероприятие получилось веселым и увлекательным. Его главная идея – наша планета Земля. Она у нас одна, и мы должны ее беречь. Замечательно, что столь высокие цели прививаются детям в столь раннем возрасте. Ирина Волокитина, Эдуард Захаров. Программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова